Следующий вопрос. Из какого животного приносится жертвоприношение? То есть, какое животное приносится в качестве жертвоприношения? Можно ли принести в жертвоприношение верблюда или барана, или только корову, или только верблюда? Или можно ли принести в жертвоприношение, например, курицу? Или что-либо подобное. Говорит имам Аннауи в своей книге Аль-Маджмуа. Сказали обладатели знания. Говорит имам Аннауи в своей книге Аль-Маджму. Баран, кто-то может сказать, я и верблюда не могу нам. Что касается курицы, мы говорим «не можешь», то есть, не имеешь права. Что касается верблюда, то говорим «не можешь», то есть, не способен, потому что денег не хватает. То есть, разницы между двумя не можешь. Так или нет? Что ты должен приносить на Утхию? То есть, праздничные жертвоприношения. Либо корову, либо верблюда, либо барана. То же самое говорит здесь. Можно принести только одно из трех. Либо корову, либо барана, либо верблюда. Говорит у культу. Говорит шейх Мхаммад ибн Хизам. И это мазхаб, то есть мнение большинства ученых. Потому что Всевышний сказал, что вам облегчено из жертвенных животных. И это мнение Ибн Аббаса, как оно приходит у имама Аль-Бухари. Можете у себя записать, это же мнение приходит также от кого? Также от Ибн Мас'уда. Вот это мнение приходит не только от Ибн Аббаса, но также от Ибн Мас'уда. Второе мнение в этом вопросе, которое пришло достоверно от Аиши, а также от Ибн Умара, то что жертвоприношение к тому, кто совершает хачтаматто, можно сделать только из верблюда и только из коровы. То есть баранов нельзя резать. Либо верблюда режешь, либо корову режешь. Вот это ясно или нет? Это от кого пришло? Пришло от Ибн Умара и от Аиши. То есть у нас здесь приходит сноски, то что эти асары привел Ибн Джарир, а также Ибн Абихатим с достоверным Иснадом. И это мнение также Касима Ибн Мухаммада и имама Малика. Сказал Исмаил Аль-Кази в своей книге Аль-Ахкам. Кстати, два вопроса, или два мнения ясны или нет? Значит еще раз, какое животное можно принести в жертвоприношение за твой хачтаматто? Кто скажет? Первое мнение, одно из трех, либо верблюда, либо коровы, либо барашков. Второе мнение такое же, только исключают кого? Барашков, говорят, барашков нельзя. Либо коровы, либо верблюда. Сказал Исмаил Аль-Кази в своей книге Аль-Ахкам, как об этом говорится в книге Фасху-ль-Бари. Но это опровергается, то есть второе мнение не является правильным. И оно опровергается словами Всевышнего. Помните, относительно животное? Животное, когда человек убил его в состоянии храма, что он должен сделать? Принести жертву подобное животное. Помните, этот вопрос разбирали недавно. Поверь, Всевышний Аллах, это жертвенное животное, которое приносится взамен убитого. Как назвал? Хадин, Хадин назвал. Назвал его также жертвенным животным. Говорит, Исмаил Аль-Кази в Аджмаль мусульмун аннафизлаби ша. Говорит, и мусульмане единогласны на том, что за газель, если ты убил газель на охоте в состоянии храма, то вместо газели ты должен принести в жертву кого? Барашка ша. Фава ка али Исмуль Хади. Отсюда получается, что барашек распространяется на него название Хади. Понятно или нет? То есть, вот это слово Исмаил Аль-Кази ясно? То есть, он говорит, мы хотим вам доказать, что барашек тоже подпадает под понятие Хади. Жертвенное животное. Как это доказать? Всевышний назвал животное, которое ты режешь взамен за то животное, которое ты убил в храме на охоте, назвал его как? Хади сказал. Теперь Исмаил Аль-Кази говорит, за газель, если ты убил на охоте газель, кого ты должен принести, как искупительное действие в жертвоприношении? Единогласное мнение, что барашка. Соответственно, понятие барашек подпадает под название Хади. Потому что Всевышний Аллах назвал этих животных, которые приносятся взамен, как искупительное действие, взамен убитого на охоте животного, назвал их как Хади. А ученые единогласны, что барашек приносится за газель. Значит, барашек подходит под понятие Хади. Ясно или нет? Говорит, фава ка али Исмуль Хади. И этот же самый аят и такую же аргументацию привел до Исмаил Аль-Кази, из-подвижник Абдулла Аль-Кази. Приводит, говорит, Аль-Табари с достоверным Иснадом до Абдуллы Аль-Кази. И он сказал, что жертвенное животное – это барашек. И некоторые начали его опровергать в этом, что жертвенное животное – это только верблюд, либо корова. И тогда он сказал, что я прочитаю вам с книги Всевышнего Аллаха то, относительно чего вы укрепитесь. То есть, если я вам сейчас один аят прочитаю, вы укрепитесь в том, что хадий – жертвенное животное, в него подпадает также барашек. Он сказал, что нужно принести в жертвоприношение за убитую – газель, вихраме, палюша, они сказали барашка. Тогда Ибн Аббас сказал, а ведь Всевышний Аллах говорит, хадьям, бальгал-кааба. Это называется как жертвенное животное, которое должно дойти до кабы. Поэтому в этом вопросе правильным мнением является мнение большинства ученых. Значит, в качестве жертвенного животного можно привезти или принести одно из трех – либо верблюда, либо корова, либо барашка. Вопрос понятен или нет? Далее, следующий вопрос. Приводит, говорит, Ат-Табари с достоверным Иснадом до Абдуллы Ибн Убейда Ибн Умейра, который сказал, сказал Ибн Аббас, аль-Хадью-Ша, сказал, хадий – жертвенное животное, это барашек. И некоторые начали его опровергать в этом, то, что жертвенное животное – это только либо верблюд, либо корова. И тогда он сказал, Он сказал, тогда я прочитаю вам с книги Всевышнего Аллаха то, относительно чего вы укрепитесь. То есть, если я вам сейчас один аят прочитаю, вы укрепитесь в том, что хадий – жертвенное животное, в него подпадает также барашек. Он сказал, что нужно принести в жертвоприношение за убитую, газель, вихраме, калюша, они сказали барашка. Тогда Ибн Аббас сказал, а ведь Всевышний Аллах говорит, хадьям, бальгал-кааба. Это называется как жертвенное животное, которое должно дойти до кабы. Поэтому в этом вопросе правильным мнением является мнение большинства ученых. Значит, в качестве жертвенного животного можно привезти или принести одно из трех. Либо верблюда, либо корова, либо барашка. Вопрос понятен или нет? Далее, следующий вопрос. В этом вопросе правильным мнением является мнение большинства ученых. Значит, в качестве жертвенного животного можно привезти или принести одно из трех. Либо верблюда, либо корова, либо барашка. Вопрос понятен или нет? Далее, следующий вопрос. Барашка. Вопрос понятен или нет? Далее, следующий вопрос.